Я предлагаю обсудить присоединение, ну, скорее всего, скорейшее присоединение Финляндии и Швеции к НАТО вместе с Иваном Яковиной, обозревателем Радио НВ. Иван, здравствуйте. Здравствуйте. Да, добрый вечер, добрый вечер. Вот мы тут разговариваем про Швецию и Финляндию. Как вы думаете, действительно ли сегодня Путин способен какую-нибудь гадость им сделать в ответ на их намерение вступить в НАТО? Ну, абсолютно уверен, что нет, потому что силу Путина не даст на поддержание той войны, которая сейчас существует в Украине, под Харьковом, если вы не в курсе, там российские войска просто бегут. Там фронт прорван, рассыпается, и россияне отступают в панике. Поэтому очень сильное у меня сомнение насчет того, что они могут напасть на Финляндию, уж тем более на Швецию. Да, но мы уже слышали, что они там какие-то грузовики перемещали возле финляндской границы, какие-то там БТР или что-то такое, какое-то было перемещение тяжелой техники, какие-то бульдозеры. В общем, какая-то там началась такая возня, которую финны должны были воспринять как некое такое предостережение, что могут повторить и советско-финскую войну до 1939 года. Что вы думаете по этому поводу? Ну, слушайте, если бульдозер прокатили туда-сюда, то я не думаю, что это большая угроза для Финляндии. В любом случае, вот то, что вы рассказываете, то, что происходит сегодня под Харьковом, это очень и очень хорошие новости. Но в российской пропаганде я услышал одного из пропагандистов, не помню даже кто, они теперь продвигают такую версию, что это на самом деле очень мудрый и великий план Путина, что Путин делает вид, что он проигрывает, а на самом деле он ждет, пока НАТО растратит все свои запасы вооружения. И вот потом, когда НАТО останется совсем без ракет, без гаубиц, без танков, которые все она потеряет в Украине, вот тогда начнется настоящая победная война и, значит, победоносная путинская армия дойдет до Лиссабона и водрузит там российский флаг, восстановив историческую справедливость тем самым. Ну, а пока российский народ не должен слушать всякие там голоса, а должен слепо верить своему президенту, который, несомненно, приведет их к победе. Вот как вам такое? Ну, я думаю, мне это так же примерно, как и вам, потому что я просто слышал в вашем голосе иронию такую. Мягко говоря. Серьезно, к этому относиться нельзя никоим образом. Мы все это понимаем. Да, еще я хочу сказать, у меня телефон садится, поэтому если я вдруг выключусь, то вы уж не бесуете. Это значит, что у меня села батарейка, я сейчас не в состоянии ее пополнить. Да. Но в любом случае, может ли быть такое, что Путин просто на данном этапе показывает какую-то слабость для того, чтобы потом сделать какой-то мощный, невероятно мощный удар? Думаю, нет, потому что невероятно мощный удар он планировал сделать 24 февраля, когда напал на Украину, и у него, как мы видим, это все не получилось. Второй мощный удар был объявлен недели три назад на Донбассе, тоже мощный удар не получилось. В общем, сколько мы еще мощных ударов будем ждать? А тем временем, без всяких объявлений, без всяких там лишних заявлений, украинцы начали гнать российские войска в Харькове. Украинцы прогнали российские войска с острова Змииной. И я думаю, недалек тот день, когда и на Донбассе наметится какой-то перелом. Скажите, пожалуйста, а что там была за история с вашим фиктивным аккаунтом в Фейсбуке? Что там за история была? Ой, ну это какие-то жулики просто сделали фиктивный аккаунт, и туда стали выкладывать мои ролики из Ютуба, и просить, чтобы люди прислали им деньги как бы от моего имени. Но это был не мой аккаунт, я попросил Фейсбук заблокировать его, и его заблокировали. Он уже заблокирован, да? Скажите, пожалуйста, а что вы думаете по поводу Рутуба? Что там произошло, на ваш взгляд? Это операция И, чтобы скрыть распиленные деньги и распиленные миллиарды, или это все-таки какие-то хакеры-партизаны работают? Да нет, я думаю, скорее всего, это украинские хакеры, действительно, потому что они постоянно атакуют разные цели в Российской Федерации, в этом ничего удивительного нет. Единственное, что, конечно, операция И здесь тоже имела место быть, поскольку на этот Рутуб выделили колоссальные деньги, там какие-то немыслимые миллиарды, и их распилили. Почему я говорю, что их распилили? Потому что там не сделали даже самые элементарные защиты, и из-за этого этот Рутуб лег, и уж не знаю, встал ли на данный момент, нет, и он лежал. Если встанет, то, наверное, в каком-то очень слабеньком виде. Но вообще, это, естественно, та же самая история, как с сервисом Там-Там, по-моему, был как аналог российской Телеграммы или ТикТока, я уж не помню, что. Ну, в общем, создают какие-то фикции, какие-то симулякры уже успешных сервисов, но, естественно, они работают не так, как надо. Вот я слышал такую версию, что, ну, во-первых, анонимус официально заявили, ну, официально, если можно считать это хакерское сообщество чем-то официальным, заявили, что они поддерживают Украину в этой войне. Я слышал, что часть хакеров, которые раньше работали на России, но они украинцы или они из Украины, или испытывают определенные чувства в этой войне, просто перестали работать на России и даже сливают информацию с украинским спецслужбам, информацию про то, как работают именно российские хакеры и на что они готовят нападение. Но вот помимо такой партизанской войны, мы же пока не видим такой войны на уровне государств, там, Россия против США или против Запада и даже вот, ну, не знаю, вот что вы думаете по этому поводу? Вы имеете в виду хакерскую войну? Да, да, хакерскую, конечно, виртуальную. Почему? Вот в прошлом году, как раз ровно год назад, я сам тогда был в Вашингтоне, россияне хакнули Keystone Pipeline, то есть один из крупнейших, если не крупнейший нефтепровод в Соединенных Штатах, из-за чего по всему западному побережью были огромные перебои с бензином автомобильным, а также с топливом для самолетов, с керосином не было. То есть вот вам, пожалуйста, вполне себе нападение, это вот как если бы россияне разбомбили бы несколько нефтеперерабатывающих заводов или нефтебаз каких-нибудь в Америке, примерно тот же эффект был бы. То есть подобного рода выпады уже делаются. Мы не знаем, чем американцы ответили, но я думаю, что чем-то да ответили. Плюс вот совсем недавно россияне пытались взломать систему Starling Илона Маска, вот этот интернет, Илон Маск сам об этом написал. До этого пытались прямо в 24 февраля, в день начала войны, россияне взломали, пытались взломать какую-то спутниковую систему навигации, из-за чего многие сайты не работали и в Европе, и в Украине. Ну и так далее. То есть эта война хакерская, она просто незаметна, но вообще-то она идет постоянно. Иван, давайте поговорим про Азовсталь. Вот вчера мы тоже опубликовали это у нас в нашем стриме, еврейские бойцы полка Азов обратились к правительству Израиля, к депутатам КНЕСТО русскоязычным, к премьер-министру, к раввинам, к народу Израиля с отчаянной просьбой эвакуировать раненых из Азовстали. Мы сегодня пытались получить какие-то реакции от депутатов КНЕСТО, от наших политиков, но, по всей видимости, им просто нечего сказать по этому поводу. Вопрос такой, а может ли с сегодняшней ситуацией Израиль что-то сделать, помочь чем-то с раненым в Мариуполе, хотя бы раненым, хотя бы эвакуировать, хотя бы часть раненых эвакуировать из Мариуполи из Азовстали? Я думаю, что нет. К сожалению, для Владимира Путина уничтожение физическое всех, кто присутствует на Азовстале, вопрос принципиальный, и он пойдет сделать все для того, чтобы добиться этой цели. И единственное, что может его остановить, как мне кажется, это прямая угроза убийства или уничтожения кого-то, того, кто лично близок к Владимиру Путину, и все, больше ничего. То есть для него это абсолютно принципиальный вопрос. Азовсталь для него это вот самое сосредоточие зла, скажем так. Вот он видит это именно так. И поэтому я не думаю, что он хоть на кого-то обменяет или хоть чем-то поступит в деле. Я, знаете, думал, на самом деле, что можно было бы какое-то время назад обменять Азовцев на вот эту бабушку с советским флагом, который вышел, потому что она стала таким символом войны для россиян. Я думаю, Азовцев как символ войны для украинцев на эту бабушку можно было бы менять. Но мне сказали, что нет, Украина такими обменами не занимается, заниматься не будет, поэтому нет. Кстати, то, что мы слышали, что это совершенно проукраинская бабушка, которая находится сейчас в Харькове в больнице, и она рассказывает, что она вышла с красным флагом, это было вовсе не в Мариуполе, а это было под Харьковом в ее селе, да, и что она вышла с красным флагом, потому что она думала, что туда пришли оккупанты. Она таким образом хотела себя защитить. Ну, бог знает, что она там думала на самом деле, мы не знаем, да, потому что сложно сейчас сказать на самом деле, что она думала. Но я имею в виду, когда я об этом говорю, я не говорю уже про конкретную бабушку, я говорю о том, что о Владимиру Путину можно было бы договориться с ним единственно на обмен чего-то вот такого символически суперважного, вот очень важного в символическом смысле. Простые плены для него никакой ценностью не обладают. А вот кто-то очень символически важный, да, конечно. И вот эта бабушка, почему я не вспомнил? Потому что ей статус поставляют по всей России, в Мариуполе поставили статую, ее стали везде рисовать, ее стали везде вкладывать. Да, да, да. То есть вот что-то такое символически важное, да, могло бы быть. А на Медведчука? Нет, ну, нет, Медведчук уже нет. Уже прошло то время, когда это можно было. Иван, скажите, пожалуйста, вот до сих пор продолжаются бомбардировки территории Азов-Стали. Сможет ли этот завод выстоять вот под таким натиском? И сколько он сможет выстоять? Понятия не имею. Это вам надо спросить у людей, которые там находятся, потому что они, кстати, дают регулярные пресс-конференции. Ну, не регулярные, несколько раз давали. Я понятия не имею, я не знаю, какая у них ситуация. Если бы знал бы, то не сказал бы, потому что, я думаю, это было бы разглашением какой-нибудь военной тайны. Да, у нас был вчера в нашем стриме Святослав Паламар, позывные Калина, заместитель командира Азов-Стали, который, в общем-то, считает, что совместными усилиями, если бы, скажем, Беннет приехал бы сам в Мариуполь и потребовал освободить раненых евреев, а потом приехал бы Эрдоган и попросил бы освободить раненых мусульман, а потом приехал бы Папа Римский и попросил бы освободить раненых христиан, то, возможно... Это Аваков предложил. Это Аваков предложил. Да, Арсен Аваков это предложил. То, может быть, что-то бы и получилось. Хотя Паламар тоже сказал, что они очень верят и надеются, что Израиль довольно мощная страна и с большим потенциалом посредничества, и что они очень надеются на Израиль, что Израиль поможет эвакуировать раненых. Я думаю, что Путину плевать на всех этих людей. То есть он будет все равно бомбить, потому что полк Азов это вот те самые нацисты, которых он собирался... И он их якобы загнал в угол, получается. Единственный шанс для Путина провести вот ту самую денацификацию, которую он обещал, это вот, собственно, разделаться с этими Азовцами. Поэтому я... Серьезно говорю, просить, мне кажется, Путина абсолютно смысла нет. Даже если сам, не знаю, Господь Бог его попросит, все равно Путин скажет нет. Тут нужно менять на что-то. То есть единственный выход – это военное решение проблемы, а военное решение возможно только тогда, когда будет разбита группировка России в Донбассе. Правильно я понимаю? Да, правильно. И когда это будет? Не знаю, когда. Хороший вопрос. Если бы он поставил, наверное, не знаю, был бы самым великим предсказателем на свете. А у украинской армии нет возможности оттеснить российские войска от Азов-Стали хоть немного, чтобы как раз создать тот коридор? Нет, конечно, нет. Для этого приходилось бы прорывать оборону толщиной в 100 километров. Ну, Иван, я же задал, конечно, вам вопрос не как предсказатель. Я имел в виду вот что. То есть вы видите, насколько интенсивно идет западное оружие, насколько интенсивно оно осваивается, насколько интенсивно оно вводится в боевые действия. И усиливает ли это западное оружие уже сейчас вооруженные силы Украины настолько, чтобы можно было приближать этот день вот этой операции? И как быстро Украина почувствует ленд-лиз? Ну, ленд-лиз, я думаю, пока это оружие будет изготовлено или изъятое со складов, доставлено сначала в Польшу, потом из Польши в Украину, потом из просто Украины, со складов каких-нибудь войска, пока будут обучены люди и так далее, я думаю, это уйдет не менее полутора месяцев на это все. То есть через полтора месяца в войсках появится это оружие, что касается ленд-лиза. Сейчас некоторые другие виды оружия начинают поступать в войска. Вот мы видим под Харьковом, куда попали как раз эти гаубицы, там началось наступление. Ну, да, там локально, не надо там совсем уже. Я, может быть, как-то звучал так, что там прям аж вперед-вперед на Москву. Нет, там локальное наступление, полтора десятка деревень освободили, сел там как-то здесь все. Но, в принципе, да, такое оружие как бы способно в будущем изменить рисунок войны, характер войны, если, скажем, в Украину будут поставлены противовоздушные системы, очень мощные, которые будут сбивать российские самолеты на расстоянии в пару сотен километров, если вдруг будут поставлены американские танки Абрамс, если вдруг будут поставлены там какие-то артиллерийские системы, но не 80 штук, а как сейчас, а 800, вот тогда да, тогда совсем другой разговор начнется. Скажите, как вам парад в Москве на Красной площади 9 мая? Вот он такой был мрачный, такой был усталый, такой вот многие посмотрели и сказали, не жилец. Я не стал смотреть этот парад, я не стал смотреть. Я прочитал его речь, но я думаю, как и все остальные, ничего необычного в этой речи не прочитал. Мне показалось то, что Путин достиг, как говорится, вот у Слатакова-Щедрина была, от него там кровопролитие ожидали, он чижика съел, то есть Путин шел-шел-шел в период по инерции, по инерции вот это катилось, его машина милитаристская, и было такое ощущение, что 9 мая она остановилась, и сейчас пойдет откат назад. Вот у меня лично было такое ощущение, что он достиг пика какого-то, дальше уже не получится. А он достиг пика и встретил там какую-то стену, которая уже дальше не прогибается на Западе или как? Нет, я просто думаю, что пика достиг не в том смысле, что он в стену уперся, он, у него у самого иссякли ресурсы, понимаете, вот в чем дело. Да, это очень хорошо, что у него иссякли... Иван, вы с нами? Иван? Да. Да. Алло. Да. Видимо, садится батарейка. Ну, будем говорить, пока батарейка не села, пока мы вас слышим, давайте будем продолжать наш разговор. Вот в этой речи, которую вы читали, я понимаю, что вам не хотелось совсем это смотреть, очень многим не хотелось это смотреть, вот этот вот имперский трэш Шапито, вот этот, не знаю, такая ярмарка с участием всех этих ряженых, всех вот этих оркестров духовых и так далее. Но вот в этой своей речи он оправдывается, он говорит, это не я, это не мы, у нас не было другого выхода, и если бы не мы, то они бы на нас напали. И вот я сейчас вам покажу, откуда готовилось нападение на Беларуси, все вот такое. Он оправдывался? На самом деле, такие билборды с оправданиями, что типа у нас не было другого выхода, появились в Москве и Санкт-Петербурге через шесть дней после начала войны, когда стало ясно, что тебя захватить не получится. То есть это оправдательная нота, у нас не было другого выхода, мы были вынуждены так поступить, нас загнали в угол, она звучит уже довольно давно. Это не то, что сейчас только появилось, но сейчас она прозвучала из уст самого Путина на самом главном празднике, в самую главную минуту. И это как бы, как мне кажется, еще раз подтверждает мой тезис, что он просто вот летел-летел вверх, достиг пика и сейчас полетит вниз. Мне кажется, вот это вот, я хотел, но я не смог, вот что он кричит, я хотел, я очень хотел, но у меня не вышло, у меня не получилось. И сейчас он будет выдумывать оправдание, почему не получилось, как-нибудь, я думаю, еще какие-то локальные успехи у него будут и на фронте, и в политике, и так далее. Но общий тренд направления движения уже, мне кажется, ясен, и этот тренд вниз, не наверх. Возможно, он нашел уже крайнего, это генерал Герасимов, начальник генерального штаба России, который отвечал за разработку всей операции, и он, по идее, брал на себя ответственность, как главный военачальник, за то, что эти задачи будут выполнены. Получается, что его такое вот отстранение, тихое, оно является свидетельством того, что да, вот план сорвался, и действительно дальше уже накалять и эскалировать ситуацию некуда. Насколько я понимаю, Герасимов вообще не часто ходит на эти парады. То есть не то, что его сейчас вот не было, а всегда он был. Нет, последний раз он в восьмом году был на параде, так что он вовсе не обязательно там должен появляться. Но и Герасимов, кроме всего прочего, он же не может считаться единственным виновником, поскольку Герасимов строил свои планы военные, основываясь на информации от разведки, от ФСБ. А ФСБ полностью провалило, как мы знаем, эту операцию по разведке в Украине, не создало никаких агентурных сетей, ничего-ничего, и кормило Москву абсолютно какими-то дикими фантазиями, никак не связанными с реальностью в плане информации. Ну и плюс, надо сказать, что вообще-то Генштаб, ну не устами самого Герасимова, а полковник, генерал-полковник Леонида Ивашова, прямо перед войной, очень громко, практически официально заявил, что эта война самоубийство. Кто поверил, кто послушал генерала Ивашова? Никто. Ну Ивашов отставной генерал, он не официальный представитель. Но он довольно влиятельный. Я думаю, что он, видимо, знает, что внутри все-таки происходит. Я все-таки думаю, что самое главное, то, что было сказано вот внутри военно-политического руководства на совещании конкретном с Путиным, где Путин спрашивал у ФСБ, у Генштаба, у Минобороны, спрашивал, и они брали на себя ответственность, а военный план компании разрабатывал Генштаб, и за него несет личную ответственность Герасимов. Ну, может быть, я не знаю, как там все, как они делят ответственность. Потому что это же не военная, не война. Генштаб не занимается разработками планов спецоперации. Генштаб занимается разработкой планов войны. А тут спецоперация. Поэтому этот самый, как Герасимов, он сказал, извините, ребята, войну я могу организовать. Спецоперация, это кому-то другому. Это не мое. Спецоперация провалилась буквально в течение первой недели-двух. И стало понятно, что надо воевать. Но потом началась война. И потом проводилась уже война. Война не начиналась. В России до сих пор, с точки зрения России, идет спецоперация. Вы смотрите, вы сейчас все на статье у России заработаете. Мы уже давно заработали. Ну, еще одно. Иван, спасибо вам огромное, что смогли принять участие в нашей программе. Субтитры создавал DimaTorzok